Бемидбар Шмот и воекра, исход и левит И события происходящие в этой главе Они начинаются ровно через один год и один месяц И таким образом книга числа рассказывает нам О последующей истории хождения еврейского народа в пустыне А 38 с чем-то лет Хотя по большому счету они находились в 40 днях пути Такой неспешного пути от земли обетованной Но растянулось, как мы видим, на много десятилетий Достаточно много десятилетий И для нас, друзья, и для народа еврейского И для нас, потому что мы учимся на этой истории Конечно же, это уроки Потому что мы знаем, что, к сожалению, из-за своего непослушания У нас тоже мы попадаем куда? Иногда попадаем в пустынные места Да, благословит вас Господь, чтобы вы были послушны Видите, и мы были послушны, да? Мы были послушны Господу и меньше попадали в пустынные места Но уже если попадали, то поступали правильно Итак, в сегодняшнем разделе Торы рассказывается о следующих событиях Бог повелевает провести переписи мужчин Израиля, годных для войны Возрастом от 20 до 60 лет Затем определяет место каждому колену в стане Ну и отдельно производится перепись левитов И определяются обязанности для левитов И некоторые обязанности для священников Ну а сейчас мы предоставим, давайте, слово Торе Это у нас третья глава книги Бамидбар Начинаем с пятого стиха Есть? Нет? И сказал Господь Маше, говоря Приведи колено Левины, поставив его перед Аароном, священником Чтобы они служили ему И пусть они будут на страже за него И на страже за все общество при скинии собрания Чтобы отправлять службы при скинии И пусть хранят все вещи скинии собрания И будут на страже за сынов израилевых Чтобы отправлять службы при скинии А теперь внимание Аарон уже и сынам его поручи Чтобы они наблюдали священническую должность свою Вот сегодня я хочу остановиться на понимании того Что есть наблюдать То есть сохранять, охранять, соблюдать Ну в расширенном переводе Священническую должность Напомним просто, многие знают Особенно те, кто закончили МЖБИ Но кто-то, может быть, и не знает Вот, итак Значит, что значит сохранять священническую должность Которую Бог поручил священникам Да? Сынам Аароновым И, конечно, это связано тем Что в намерении Бога Было сделать весь Израиль народом священником Мы помним исход Значит, 19.6 Где Господь сказал И вы будете у меня царством священником И народом святым Ну и Писание многократно об этом говорило И, конечно же, я это сделаю Ну мы этот вопрос рассмотрим Потому что и в Бритхадаша В Новом Завете 1 Петра 2.9 Там тоже сказано об этом Но уже только о всеобщем священстве Но вы Род избранный Царское священство Ну, некоторые считают Что-то такие Типа царей Не-не, немножко не так Это работники Это служители Божьи Да? То есть это священники царя То есть Ну вы, род избранный Царственное священство Народ святой Люди взятые в удел Чтобы возвещать совершенство Призвавшего вас из тьмы В чудный свой свет Итак И Значит, Танах И Бритхадаша Говорят о том Что Божий народ Должен быть священниками А Бритхадаша Оно акцентирует внимание на том Что мы Все должны быть священниками Да? Интересно Что же это такое? Вот Ну Допустим В Ветхом Завете Все понятно Особые одежды Да? Значит Особые там Принадлежности Ты служишь при скинии И Ну Как бы там Более-менее Как-то определенно Вот Но давайте мы Посмотрим Что говорит Писание Именно об обязанности Ну Есть много мест Но я как бы Самые-таки основные Выделю Малахия 2.7 Ибо уста священника Малахия 2.7 Ибо уста священника Должны хранить ведение И законно ищут от уст его Потому что он вестник Господа Савофа Ведение Ведение Понимание Писания Да? Знание Слова Божьего Понимание не только буквы Но и Духа И И умение донести это До народа Божьего Научить этому Народу Божьего А вот у языки 44.42 Об этом конкретно сказано Они Священники Должны учить Мой Отличать священное От несвященного И объяснять им Что нечисто И что чисто Поэтому Когда Когда служители Божьи Да? Когда они говорят Люди Учат нас Да? Они говорят Вот это вот правильно Это неправильно Это вот Они исполняют Свою священническую должность Они помогают нам Жить так Чтобы мы не заходили Куда? В места пустынные Там очень нехорошо Друзья Нехорошо в пустынных местах Поэтому Поэтому Те кто знают Те кто действительно Понимают Писание Они учат Учат народ Божий И друзья Это само собой Но знаете Нам надо не забывать Главное Главное Это то Что во время Эдема Было потеряно общение Между Богом И человеком И задача священников Приводить людей Куда? В общение к Богу В общение к Богу Друзья В общение к Богу Приводить Потому что Бог Он хочет иметь Личные отношения Он не хочет Чтобы мы приходили Один раз в неделю Послушали Божье Слово И все И на этом И общение закончилось Нет друзья Бог хочет Иметь общение И задача священников Учить этому И поэтому Не зря Множество раз Множество раз Я вам только одно место Это Второзаконие 1.22 Я вам Зацитирую Мошение однократно Учит народ Любить Господа Бога вашего Ходить всеми путями Его И прилипляться К нему К Богу Прилипляться К Богу 1 Петра 2.9 Ну вы Род избранный Я уже не цитирую Да Вот И смотрим Что дальше Петр пишет А что же это обозначает Что это обозначает Быть Вот этим Избранным родом Ну смотрите 2.9 Он говорит Род избранный А 2.11 Смотрите Прошу вас Прошу вас Как пришельцев И странников Удаляться от плотских Похотей Восстающих на душу И провождать Добродетельную жизнь Между язычниками Дабы они за то Что злословят вас Как злодеев Увидя добрые дела Ваши Прославляли Бога В день посещения Он говорит О простых вещах Друзья Он говорит Ходите перед Богом Исполняйте заповеди Его Наслаждайтесь Его святость Его чистотой И сами будьте святы Вот делайте Простые дела Так просто Не надо Никого Резать Кровь кропить Оказывается Надо просто Ходить перед Богом И об этом же говорит Наш первосвященник Ешуа Мессия Матфея 5.16 Так да светит свет Вас Перед людьми Чтобы они видели Ваши добрые дела И прославляли Отца Вашего Небесного Друзья Вот Быть священником Во времена Бритхадаша Это Даже не делать сначала Это что делать Это что обозначает Быть 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 светом Знаете И свет Если Если в нас есть свет Об этом не надо Куда-то приходить Да И говорить В присутствии Я свет Я свет Ну это будет как-то странно выглядеть Но если вы приходите Да Вот И вы миротворец Если вы приходите Мат уходит Да Если Потому что все понимают Вы другой человек Если вы приходите Понимаете И происходит что-то хорошее Где-то ваше сердце Оно являет Божий свет Вот Что значит Быть священником Это На самом деле Это прежде всего быть А потом уже Ваши сердца Да Наполненные Богом Они будут Генерировать дела Которые прославят Кого? Отца нашего небесного Давайте ему славу воздадим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому